АВАНС на льготную северную дорогу работникам бюджетных организаций увеличат в 2022 году до 35 тысяч рублей. Квота на субсидируемые рейсы до Архангельска составит 15 мест на каждый рейс. При этом планируется расширить льготные категории граждан. За более чем 25-летнюю историю проведения снегоходных гонок в Ненецком округе появились целые династии гонщиков. Об одной из них из деревни Макарова расскажем в этом выпуске. В Наринмаре стартовал этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие прошло в очном формате в стенах школы номер 5. Победители примут участие в конкурсе на федеральном уровне. Шесть случаев заболевания COVID-19 выявлено в регионе за прошедшие сутки. Из них три жители Наринмара и поселка Искателей. Двое из Каратайки, один из Омы. Коронавирус выявлен у одного ребенка. За прошедшие сутки выздоровели 10 человек. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 110 человек. Еще у девяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 119 человек. Из них стационарное лечение получают 5 человек, амбулаторное – 114. В Ненецком округе увеличат размер аванса на льготную северную дорогу работникам бюджетных организаций. Такое поручение глава региона дал Департаменту финансов и экономики. Ранее Юрий Бездудный поручил Департаменту строительства, транспорта и энергетики проанализировать уровень повышения стоимости авиабилетов на рейсы, выполняемые из Наринмара и обратно, как отметил в ходе оперативного совещания губернатора. Руководитель профильного ведомства Павел Масюков, увеличение стоимости авиабилетов обосновано за счет увеличения цен на топливо и запчасти к самолетам. Что касается субсидируемых рейсов авиакомпании «Руслайн», утвержденных Росавиацией, таких как Наринмар-Санкт-Петербург, Наринмар-Киров, Наринмар-Сыктывкар и других, к которым в летний период добавятся рейсы в Сочи и Симферополь, то стоимость билетов на них не повысится. По ним цена, она твердая, то есть предельная цена определена, поэтому выше нее авиакомпании поднять ее не могут. То есть мы уже себя в этом плане защитили, и жители округа. А что касается Архангельска, еще сейчас мы подготовили проект, по которому у нас есть специальные тарифы до Москвы, которые финансируются за счет федерального бюджета, и квота устанавливается федеральным центром. У нас такой же по аналогии есть Архангельска, то есть у нас тоже спецтариф, это там 5 тысяч билет, но туда входят только категории, это дети, студенты, которые обучаются в образовательных учреждениях, и пенсионеры. Мы расширяем эту категорию, то есть мы туда добавляем так же, как по федеральному списку, то есть туда будут входить многодетные, семья будут входить, инвалиды первой группы, и сопровождающие их лица, что немаловажно, и инвалиды с детства. Кроме того, в данном направлении увеличивается количество квотируемых мест с 10 до 15 на каждый рейс. Чтобы поддержать работников бюджетных организаций в сезон летних отпусков, глава региона поручил Департаменту финансов и экономики проработать вопрос об увеличении размера аванса, предусмотренного на оплату льготной северной дороги до 35 тысяч рублей. Напомним, льготная дорога северянам оплачивается один раз в два года. Полярный круг. Всероссийская психологическая конференция продолжает свою работу в Наринмаре. Специалисты большое внимание уделяют взаимоотношениям в семье. Так в региональной общественной организации «Особое детство» прошел ряд мастер-классов. Катрина Тайборей продолжит тему. Идея провести конференцию по психологии «Полярный круг» появилась у уроженки Наринмара Ларисы Борисовой. Этот проект был реализован благодаря грантовой поддержке из окружного бюджета. В Наринмар прилетели специалисты из Москвы, Саратова, Екатеринбурга, Краснодара и Тамбова. В один из дней работы конференции они провели мастер-классы по трем направлениям. В региональной общественной организации «Особое детство». Наши гости, они с удовольствием отдают свое мастерство, они мастера с большой буквы в разных сферах психологии. И вот у нас сегодня целый день такая очень продуктивная работа с родителями, с педагогами, просто с людьми с Наринмарскими, которые нашли время, несмотря на будний день, прийти сюда, побыть с нами. На одной из площадок Любовь Булдакова, педагог-психолог со стажем более 40 лет, поделилась практикой работы с детскими эмоциями. Главная задача мастер-класса – научить родителей видеть в эмоциях ребенка не симптом, который он выражает, а причину его всплеска. Сегодня я представляю здесь свою авторскую игру, то есть разработанную она мной. Игра эта называется «Я и чувств моих семья». Эта игра очень интересна и замечательна тем, что она может помочь всем, и педагогам, и родителям, научиться по-особому, с теплом и любовью разговаривать с своим ребенком о чувствах и помогать ребенку в ситуациях эмоционального дискомфорта. Еще на одной из площадок Лариса Борисова проводила интерактив с родителями, где показывала важность живого общения. В одном из упражнений участники в парах разговаривали на отличенные темы. В первом случае они говорили, смотря друг другу в глаза, а во втором – спиной друг другу. Лина, как ощущения в первом и во втором? Когда комфортно рассказывать? Когда ты, как ты, приятный человек, когда мы с тобой. Также у участников мастер-классов была возможность познакомиться с творческой стороной психологии. Арт-терапия – это то, что человек может сделать своими руками. К ней относятся рисование, работа с глиной, песком и тканями. Алевтина Орел решила заострить внимание на кукол-терапии. Почему она психотерапевтична? Потому что, когда делается кукла, то идет прямое попадание бессознательно, без всяких напрягок. И возрождается такая способность, особенно у женщин, когда может быть уверенности нет, что я могу. Я могу сделать вообще. Я чудесница. Я могу из каких-то лоскутов, тряпочек. Я сделать могу все, что угодно. Также Алевтина поделилась быстрым и действенным способом освобождения от негативных эмоций в домашних условиях. Вот когда я в стрессе и в злости, я могу взять лоскут какой-то и вот так вот сделать, порвать его. Это безопасная трансформация моей агрессивной реакции. Навыки психологии не только помогают людям пережить сложные моменты в жизни, но также способствуют понять те или иные свои эмоции и причины их возникновения, чтобы использовать их в работе над ошибками в будущем. Где родился, там и пригодился. Как после обучения за пределами округа вернуться обратно на родину? Историю молодого преподавателя из Индиги расскажем в следующем сюжете. Под чутким руководством Любови Торопова и танцевальный коллектив школы готовится к концерту. Молодой педагог-организатор приехала в родной поселок из-за пандемии коронавируса. Но с первых дней работы в школе, которую когда-то окончила, Любовь поняла, что здесь она надолго. Мне очень нравится работать с детьми, мне очень нравится их отдача, мне очень нравится их энергия и их какая-то непосредственность. То есть изначально детей нужно было курировать, теперь они делают практически все сами. У нас есть школа лидера, в которой мы изучаем различные направления. Это и медиа, это и организация мероприятий, то есть они сами учатся, ну и творческая деятельность. Сейчас Любовь Торопова создала перспективную команду. Десятки активных учеников, готовые свернуть горы для достижения результата. Не только получают опыт и знания, но и учат самого преподавателя. Благодаря детям я узнаю очень много, так как дети у нас двигатель прогресса, да, они очень многому меня учат. Они учат меня, как общаться с людьми, да, ведь каждому ребенку нужно найти свой подход. И благодаря им я сама развиваюсь. Инициативные ученики вместе с Любовью Тороповой придумывают и создают интересные праздники. Устраивают флешмобы и участвуют в конкурсах. Елисей Воучейский, ученик девятого класса, одержал победу в конкурсе «Индига в объективе». Парень давно увлекается монтажом, и создать видеоролик для него не составило труда. Живя на берегу Баренцева моря, Елисей, недолго думая, взял за основу местные пейзажи. Я презентовал видеоролик, который подготовил к фестивалю корюшки. Я летом, получается, в июне съездил на белую с братом. Мы фотографировали, делали видео, делали панорамы. Еще один призер – Злата Боброва, ученица пятого класса. Девочку всегда интересовал предмет природоведения. Именно поэтому она решила создать композицию из природных материалов специально для конкурса. Я заняла второе место в конкурсе по поделкам. Я сделала полярную салону. Я их делала из ракушек и сухих листьев. И это только начало. Впереди у ребят еще много интересных мероприятий, к которым они уже начинают готовиться. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Индика. В минувшие выходные в Ненецком округе состоялось самое зрелищное и долгожданное мероприятие – Бурандей-2022. До начала гонок участники соревнований стараются не давать комментариев о том, как к ним готовятся. Говорят, плохая примета. За более чем 25-летний период проведения снегоходного кросса в регионе сложились целые семейные династии гонщиков. Об одной из них расскажем в нашем следующем сюжете. Слово Александре Литковой. Этому снегоходу 22 года. Именно на нем ежегодно участвует в гонках Алексей Попов – многократный победитель соревнований в классе «Буран». Я выиграл его «Буран» и подарил ему, чтобы он катался. Он молодой еще, 17 лет, наверное, ему было еще. Вот он первые гонки на нем, 17-летним, пошел на ралли. Виск куда там все ходил. Ну там что-то он проиграл, его перевернули сразу, выгибали и все. Ну, доехал. Как и многие деревенские мальчишки, Алексей Попов сел за руль снегохода еще подростком. В тот свой первый заезд в 2000 году Алексей мог и не попасть в силу возраста. Но родители тогда уже сами не раз становившиеся победителями снегоходных гонок были не против и дали разрешение. Когда учились в ПТУ, было 17 лет, сделали ралли. Это был первый, это Виску, по-моему, ездили мы туда. Виску, Литовску, Суску. И вот мне было 17 лет, но мне не разрешали ехать, потому что у меня не было водительского удостоверения. И 17 лет. Но допускалось с разрешением родителей. И родители написали бумажку, что разрешаем и препятствуем. И вот меня отправили первый раз, я поехал и занял я 10-е место. У нас участников, наверное, было человек 100. Неплохой результат для первой гонки. С тех пор Алексей – постоянный участник соревнований. Исключением стали годы службы в армии. Причем ниже второго места представитель деревни Макарова в соревнованиях не занимал. Буран для гонок используется только по назначению. Выгоняется из гаража для технического осмотра незадолго до гонок. Подготовка к будущим заездам всегда серьезная. Впрочем, после финала буран тоже следует привести в порядок. Всегда занимает по-разному. Если вот как приехал с гонок, зная, что у тебя он остался целый, вот как Сегат у меня, он все в хорошем, идеальном состоянии. Я на следующий год его просто сниму, карбюраторы почищу, масло в редукторе поменяю, цепь натяну. Если надо, цепь поменяю. Вот, допустим, мы меняем цепь раз в два-три сезона. Это обязательно, потому что они потом рвутся. Ну и мелкое ТО, там свечки поменять, ну можно, не знаю, что там, катки посмотреть, подшипники. Все такое по мелочи. Бывают, случаются и серьезные поломки. Например, сломался коленвал. Тогда приходится перебирать двигатель. Этому многие участники учатся практически с детства. Вместе с отцами пропадая в гаражах и перенимая опыт. Вот и Алексей не отходил от отца Василия Попова. Тоже опытного гонщика, многократного победителя соревнований, начиная с 1998 года. В этом году Василий уже в пятый раз стартовал в заезде ветеранов. Его железному коню уже 35 лет. Вместе они представляли Нинецкий округ в Рыбинске. Ну, вот и возили в Рыбинск, фу, когда. Там интересно было кататься. Много человек было. Сколько у нас, 23 человека было все катались. Там трассы получше, конечно, как здесь. То есть троплины такие сделаны. Ну, интересные трассы, хорошие. Супруга Василия, Лариса, тоже не отстает от мужа и сына. Пять раз поднималась на первое место пьедестала. Несколько раз на второе и третье. И один раз приехала четвертой. Говорит, готовилась к соревнованиям основательно. Выезжала на реку для тренировок. Про призы вообще не думали. Ну, конечно, какой-то там свой стимул. Вот я победила, там кубки. Кстати, мы же кубки не выбрасываем. Мы же их собираем, ставим красиво. Пыль вытираем. Ну, значит, в общем, медаль. Хотелось медаль. Кубок-то, может быть, не очень. А вот медаль хотелось. Хотелось первое, второе или третье. Там не было цели именно первой быть. Ну, в тройке призеров постоять на пьедестале. О том, чтобы в гонках на снегоходах могли принять участие женщины, впервые прозвучало в 1998 году. Во время награждения мужчин-финалистов вторых соревнований на Кубок Героя Советского Союза, Героя России, депутата Государственной Думы Артура Челенгарова. Давай кричать, даешь. И женские гонки тоже. Как-то вот нам захотелось. Ну, если честно сказать, мы ездили на буранах-то раньше. Да сейчас нам не очень хочется, да и ни к чему. Сейчас быстроходная техника, муж везет, саночки всякие. А раньше мы ездили, муж заведет мне здесь, я уеду до города, сделаю все свои дела. Там, возможно, кто-то еще заведет, если сама не справляюсь. Тяжелый для заводки буран-то все-таки. И опять приеду, муж ведь работает. То есть мы сами ездили на буранах, поэтому нам тоже хотелось испытать себя. То есть первый опыт вообще понравился. Если Василий и Алексей планируют и дальше продолжать участие в Бурандее, то Лариса с этим видом спорта попрощалась. Говорит, здоровье уже не то. Семья Поповых – династия двух поколений гонщиков. Еще немного, и их ряды пополнятся внуками Василия и Ларисы. Сыновья Алексея уже изъявили желание стать будущими чемпионами. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Антон Годряков, Телеканал «Север». В Наринмаре стартовал региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие прошло в очном формате в стенах городской школы номер 5. Конкурс проходит в округе уже 22-й год. В конкурсе «Безопасное колесо» участвуют добровольные отряды школьников, которые пропагандируют безопасное поведение на дорогах. В прошлом году победителем регионального этапа в Ненецком округе стала команда детско-юношеского центра «Лидер». В этом году переходящий кубок разыгрывается между девятью командами. Среди них учащиеся 1, 2, 3 и 4 школ города, Ненецкая средняя школа имени Перерка и участники из поселка Красное. Сегодня у ребят 4 основных этапа и творческий конкурс. Они сегодня сдают фигурное вождение велосипеда, правила оказания медицинской помощи, знания ПДД и знания основ безопасности жизнедеятельности. На творческий конкурс ребята заранее сняли видеоролики. Конкурс «Безопасное колесо» проходит в три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. После регионального этапа проводится отбор детей. И те дети, которые заняли первые места, будет создана группа, которая поедет на всероссийское «Безопасное колесо». Одна из станций конкурса – оказание первой медицинской помощи. Здесь дети проходят теоретические и практические испытания. В практическом этапе мы оцениваем их правильность исполнения, наложение тех или иных повязок, ну и, соответственно, из жгутов. Это делается для того, чтобы у ребенка при возникновении таких моментов, когда происходят дорожно-транспортные происшествия, они могли уже самостоятельно достать из аптечки те или иные ингредиенты получаются и, соответственно, оказать первую медицинскую помощь. Основная цель конкурса – профилактика детско-дорожно-транспортного травматизма. Участники отряда юных инспекторов движения пропагандируют безопасное поведение на улицах и дорогах города среди учащихся своей школы. Проведение подобных мероприятий среди школьников уже дало положительные результаты. Да, конечно, есть результат. Результат очень большой. Дети, так вот даже, я водитель, да, я еду, когда на машине, я вижу прямо, как дети всегда слезают с велосипедов, переходят дорогу пешком. Добавим, что в качестве компетентного жюри выступили сотрудники ГИБДД. Награждение победителей конкурса пройдет 24 марта. Организатором выступил Ненецкий региональный центр развития и образования. В Ненецком округе продолжается театральная неделя. Однокультурный центр Ненецкого автономного округа проводит региональный марафон, посвященный Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта. В проекте участвуют 16 любительских театров из Наринмара и 11 из населенных пунктов округа. А именно из Каратайки, Хангурея, Искателей, Тельвийский, Нижний Пеши, Шойны, Нельминоноса, Великовисочного, Неси, Буглино и Оксина. Из них три участника имеют высокое звание Народный театр. Это Ненецкий театр и Лепстуденческий театр, Улыбка, а также Суфлер. Примерно треть мероприятий театральной недели тематически связаны с Годом культурного наследия народов. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok